Так, ну, всех... Добрый вечер. Это открытый вебинар первый из серии вступительных лекций перед началом профкурса, который будет длиться три месяца. Подготовка, стажировка, практика теории, торговой стратегии, опыт. Это все касаемо профкурса. И тема сегодня будет исследование, поиск, структура, сравнение. То есть непосредственно первое, что трейдер должен сделать, это очень хорошенько сесть у терминала и порядка месяца исследовать свой инструмент, который планирует спекулировать. Тоже фьючерс на индекс доллара, либо же там пару евро-доллар, либо ртс, либо рубль. Здесь важен сам момент исследовать, то есть знать инструмент до мельчайших деталей. трейдер, ну, это сравнее с теми же гонками, либо и каким-то взаимосвязь человека с техникой. чем лучше человек знает тот же самое авто, гонщик, ралли, тем быстрее он доезжает и результат лучше. точно так же и трейдеры должны изучать свой инструмент и в процессе сбора информации, а информации нужно собрать много, и сегодня я вам продемонстрирую инструменты, которые помогут вам это сделать и быстрее, и возможно, что-то вы для себя возьмете в качестве параметров, критериев. Геннадий, здравствуйте, здравствуйте, Геннадий, добрый вечер, рад видеть. Так, значит, есть некоторые моменты в платформе, которые, ну, не замечают трейдеры. Влад, здравствуйте, здравствуйте, делают и не используют. Просто у нас ведется платформе Wallpik статистика, такие модули трейдеры используют чаще всего, то есть, к сожалению, как раз те сервисы и модули, которые способствуют быстрому поиску определенной важной информации, либо помогают исследовать инструмент, они реже всего используются, реже всего. то есть, взяли в руки биржевое оружие и сразу в бой. То есть, никаких, никакой разведки, никакой ориентировки на местности, сразу на передовую. То есть, и на биржевых торгах это не всегда заканчивается позитивно. поэтому в первую очередь, новичок, либо же уже опытный трейдер, задайте себе вопрос, что вы знаете об этом инструменте. за свою карьеру уже немало трейдеров повидал и не все на самом деле хорошо знают свой инструмент. я имею в виду даже те базовые параметры, критерии, которые необходимо фиксировать, мониторить, корректировать. Относительно этих параметров и корректируется торговая стратегия. Ключевые моменты остаются те же самые основы, но уровень стоп-приказа, момент перевода безубыток, фиксации, сопровождение, просчет сценариев вероятных уровней отбор. То есть волатильность меняется в любом случае на инструментах, ликвидность с контрактов, контракт она разная. Ну нужно быть адаптивным и все возможные инструменты, которые помогают ускорить либо облегчить этот процесс приветствуются. То есть сейчас наверное дороже информации, то есть в рейтинге товаров, которые самые дорогие на первом месте это информация. А в моем рейтинге на первом месте это время. ресурс самый дорогостоящий и потом уже идет информация. То есть мы работаем фактически с двумя этими ресурсами и у кого из трейдеров лучше и ближе к инсайду информации тот в принципе и забирает добычу. поэтому с точки зрения конкуренции у вас вооружение намного преобладает. То есть преимущество в разы. Самое главное еще правильно его использовать. Вот сегодня как раз мы это и рассмотрим смотрите если у кого-то звука нет сверху вот окна трансляции есть такая динамик возможно он у вас отключен попробуйте его активировать и может случиться чудо. Я сам иногда кнопочку микрофон забываю включать и поэтому это нормально. Ну то есть просто активируйся возможно так пропадает ну если трансляция вернее как бы интернет слабенький то может идти с перебоями поэтому запись идет причем на два источника потом посмотрите за чеком так перед рассмотром различных способов и модулей для работы с информацией исторической небольшой такой список обновлений в платформе которые произошли буквально вот с 3 11 с 3 ноября так очень хорошая вещь в бокс чарте добавлено таймфрейм 2 значит я помню когда бокс чарт появился впервые не не все сразу его ну так рассмотрели и взяли на заметку сейчас секундочку на самом деле за этот период достаточно ну вот за ноябрь много изменений в лучшую сторону сейчас идет обновление инструментария и улучшение его и кпд повышаем так значит таймфрейм 2 на бокс чарте здесь и так в принципе три уровня интервала времени еще и таймфрейм 2 то есть можно фактически с четырех ракурсов смотреть на объемные модели и самое главное не потерять голову в общем таймфрейм можно для бокс 1 либо же бокс 2 активировать причем также в бокс чарте ну в основном по бокс чарту прошлись обновления волюм фиксинг во первых рассчитывается real time то есть раньше было по завершению периода и кто не видел еще волюм фиксинг сейчас он уже выглядит вот таким образом и 5 уровней фильтрации за интервал причем в интервале можно период выставлять ну если только ознакомитесь с платформой лучше пока вот период здесь не варьировать затем фильтрация по объему идет и собственно каким цветом это все дело выделить если вы крайне заняты и хотите отойти от терминала вы выставляете себе алерты то есть если будет 4 500 с 12 минут объемчиков пожалуйста мне об этом уведомление звуковое визуальное и даже на почту вот сообщение придет так дальше ну в общем-то вот такой вот уже боксчарт он все ближе ближе к такому статусу универсального то есть может заменять достаточно и кластер чарт на данном уже этапе и кластер профайл то есть ну в идеале конечно не 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 всегда один график на все инструментарии это хорошо так еще приятная новость хорошая арбитражный сервис входит в базовые пакет то есть его не нужно подключать отдельно арбитраж будет в базовом пакете вернее уже есть это очень нужная вещь нужный сервис и наблюдать корреляцию как минимум в арбитражном сервисе можно настраивать корреляцию с доп. инструментами то есть ну вот к примеру евро и франк вот такая у них корреляция то есть достаточно информативно и очень много полезных вещей я без то есть при торговле на S&P у меня порядка где-то сейчас скажу 8 окон барчарт открыто на корреляцию то есть S&P с фондовым рынком S&P с другими индексами в корреляции то есть ну картина становится более понятно почему там в такие моменты идет такое движение то есть особенно если фондовый рынок начинает южнее идти ну в общем барчат он непростой тут на самом деле очень много фишек по типу точки отчета можно смещать можно работать также со смещением по прайсу то есть допустим мне интересно как от этого максимума по евро пляшет сам франк тоже от максимума то есть в таком ракурсе да уже корреляция несет другого плана как бы информацию да то есть сейчас еще более-менее тип-топ идут два инструмента до этого то есть тоже очень важно надо правильно еще выставлять точку отчета по корреляции корректировки также ну в арбитражном сервисе очень полезная есть вещь это дельта сервисе как раз он является одним из мощных поисковиков и выглядит он таким образом здесь параметры вбиваются для поиска арбитражных ситуаций для пары инструментов которые будут использоваться причем достаточно информативно и некоторые моменты конечно программа не в силах отличить ну к примеру точки которые в принципе не использовались бы как точки на вход на заключение арбитражной сделки ну поэтому результаты которые она собрала можно еще просмотреть и те которые допустим не подходят по стратегии их просто отфильтровать и оставить необходимые значит если вручную вот искать дельта серч то есть расхождение между двумя инструментами достаточно много времени занимает и нужно сконцентрироваться не ошибаться то есть здесь это все выводится в таблицу и например мне данные в виде таблицы сложнее анализировать вот то есть допустим информация о том же рейтинге по ценам мы видим один из видов отображения данных это гистограмма боковая либо профиль то есть на самом деле изучали разные типы гистограмм диаграмм то есть очень большой список в каком формате отображать информацию и таблица это самое печальное и недееспособное то есть это для хранения данных вот поэтому я думаю в будущем все табличные модули будут более в удобном визуальном формате отображаться вот гистограмма например очень быстро помогает понять и где ядро по объему и где крайние случаи где пробелы по ликвидности это все найти в таблице сразу и быстро вряд ли получится здесь буквально секунда может даже доля секунды мы уже понимаем какие уровни выделять и это сохраняет нам время то есть то время как рынки ускоряются ускоряются все быстрее быстрее за ними уже не угнаться так идем дальше по обновлениям буквально вот 8 числа добавили два дополнительных фильтра volume limit по боксчарт куда его уже сдвинули сейчас можно на евро ну допустим вот для тех кто только видит волфикс фильтрация непосредственно по уровню за период времени интервал либо несколько интервалов если вы используете здесь можно ставить 4 параметра ну иногда к примеру если рынок нон-стоп да то есть full-time и там азия торгуется биржа и европейские и американские иногда нужно побольше фильтров и более варьировать между сессиями особенно то есть либо если на инструменте достаточно заметно идут перепады по ликвидности из сессии в сессию есть такие инструменты у которых нестабильно идет одна ликвидность там такого-то ранга может понедельник среда быть постоянно ликвидные сессии а четверо-пятница постоянно там мало ликвидные вот это как бы облегчает будни трейдера так наконец-то я увидел фильтр который на самом деле нужно посвятить целое целый возможно вебинар отдельный это фильтр он пока еще не в тестовом а не завершенном формате но уже есть результаты тех данных которые я уже чуть-чуть собрал значит это дельта процент но если к примеру в кластер чарт по вертикальной гистограмме мы видим дельта процент total за там 5 минут допустим как сейчас мы видим давайте включу то есть на каждом паттерне просчитывается в общем насколько перевес селеров байеров и наиболее такие активные паттерны естественно выделяются ну при анализе исторических данных выявляется даже закономерность до какого уровня должен дойти дисбаланс чтобы это использовать как триггер либо же вообще это могло быть ценной информацией то есть есть нулевая дельта то есть порог до которого не воспринимается это как сильный дисбаланс и выше значит дельта процент это total но фильтр который я давно хотел я просто вручную при мониторинге там в интродей на уровнях я прочитывал самостоятельно бидаски и высчитывал где есть в процентном соотношении перевес просто буквально пару слов в чем бывает иногда ну такой небольшой нюанс допустим дельта да то есть разница между ликвидностью на бид и аск по агрессору и допустим мы ставим в количественном значении контрактов фильтр на тот же интервал 5 минут и фильтр у нас стоит 300 то есть если 300 дельта в сторону бид либо же в сторону аск будет еще и подсвечен определенным цветом но давайте вот небольшое сравнение 400 контрактов дельта вот пускай будет ровно число и два случая при котором получается одна и та же дельта значит тут будет первый случай здесь второй ну допустим 20 тысяч 400 контрактов по бид и 20 тысяч контрактов по аск разница 400 контрактов и второй случай допустим 404 контракта по бид и 4 контракта по аск дельта тоже 400 но если сравнить массы этих двух значений 20 тысяч 400 контрактов и 20 тысяч то по отношению процентном соотношении они не с огромным перевесом находятся на этом цене то есть это как там 256 миллионов и 257 миллионов то есть вроде миллион это огромное значение но при таких масштабах уже это не настолько огромный перевес а вот в случае 404 и 4 здесь 100 раз перевес получается по ликвидности на стороне одного участника то есть это я даже проводил собирал статистику то есть насколько это действительно полезная информация и в некоторые уровни даже лучше работают то есть если ликвидность стандартная но там перевес и сильная то это неплохие уровни так что возьмите на заметку вот поделился и фильтр еще стадии доработки но уже его можно использовать здесь нюанс один что мне сразу volume лимит фильтрацию по классу чат открывайте и снизу добавили этот фильтр здесь вы указываете количество процентов не контрактов именно процентов но забыли добавить еще buyer seller то есть красный зеленый оттенок чтобы дельту сразу подсвечивала платформа то есть кто там был с перевесом и сейчас пока серым цветом выделяет платформа ну допустим у меня стоит там сколько поставил ну 40 да смотрю сейчас за 40 процентов и 230 контрактов и 80 то есть попадает фильтр 17 и 6 тоже попадает фильтр а теперь представьте себе сколько нужно было бы фильтров настраивать чтобы вот эти вот значения с таким дисбалансом в количественном значении по объему можно было подобрать универсально и они нормально бы уживались это практически невозможно поэтому дельта процент непосредственно за период по цене это очень облегчает и на самом деле некоторые уровни даже очень очень удивляют так ну вот эти верхние аске нижний битв в каждом паттерне естественно подсвечиваются но я думаю мы быстренько их ключ чем возможно будет процент диапазона выставляться и можно будет их убрать чтобы они не отвлекали так ну на еврике дельта она всегда отличалась своим характером и дальше дельта процент добавили также в окно ордеров то есть это можно мониторить сразу же в окне ордеров этот фильтр как раз очень помогает открывать сделки уже в моменты дисбалансов то есть не во флете когда все тип-топ между двумя ликвидностями а непосредственно вот-вот начнется движение уже пошли дисбалансы это как раз в окне ордеров не помешает так вот так это за восьмое число и вот буквально добавили в бокчарт доступный период до одного месяца и в бокчарт также добавили гистограммы бидаск объем дельта объем дельта процент и дельта трейд и добавлены алерты значит обновления идут очень быстро и еще не все протестировал нововведения но алерты на самом деле вот сегодня мы хотели затронуть значит ну скажем с 2008 2007 года количество окон которые открыты во время торгов с каждым годом растет 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 то есть и это ну во первых чем больше потоков информации одновременно анализируешь растет также и вероятность очень сильно ну процентном соотношении сделать ошибку где-то не успеть что-то заметить проанализировать и там принять какие-то решения то есть очень много потоков причем ну не верьте рекламе там форекс компаний которые со смартфонов торгуют пока лифт поднимается в офис ну действительно надо неплохой терминал чтобы во-первых быстро считывать информацию не переключаться между окнами и там 6 уже вот 24 модуля и то не хватает то есть модуля это не мониторов модуля мониторов 8 а модули 24 активных вот когда Wolflex работает 24 модуля причем это для мониторинга ситуация отдельно если брать еще на исследование это отдельный layout и там столько же пример скажем так поэтому система алертов она сейчас развивается мы постепенно маленькими шажерочками идем вперед и в будущем будет просто у вас список необходимых для вашей торговли алертов ведь по сути мы ежедневно сидим у 8 мониторок и ждем определенного момента либо же модели либо события либо действий на рынке то есть ну если бы это действие искали платформы а мы только принимали решение да нам подходит эта ситуация или нет то ну представьте сколько бы времени свободного появилось бы у вас например на там изучение других рынков либо же просто наконец-то дорисовать картину которая пылится в углу да либо дописать какую-то песню так то есть это облегчает и участие трейдера так как машина анализирует данные и у нее нет эмоций нет усталости и человек может допустить ошибку в просчетах вот ну постепенно постепенно и уже достаточно много алертов вы можете использовать и эти возможности я советую потихонечку уже прививать потому что допустим вы анализируете классы рчарт по дельте вы уже планируете открыть позицию у вас срабатывает алерт на дельту между если вы торгуете допустим валютную пару евро где там борщат вот он да то есть не обязательно мониторить эти два инструмента когда на них будет происходить дисбалансировка вы просто поставите алерт и ну как бы это поможет вам освободить очень много времени то есть не нужно мониторить его дельта алерт ставите ну включайте он above below и дельта на сколько тиков они должны разойтись чтобы это вам было важно допустим давайте поставим там два тика у вас на модуле уведомления и все вы себе занимаетесь классы чартом то есть как только это произойдет вы это услышите платформа начнет вам сообщать об этом вот то есть все уже как бы один модуль освободили на кластер чарте появились уже алерты на объем причем раньше например были только алерты на такие примитивные фильтры сейчас уже в бок чарте на волюм фиксинге в каждом алерт есть в тиковом графике очень много данных идет каждый тик это невероятная машина сам тиковый график видите здесь на каждом тике какие-то объемы у него еще маркировка бидас и стакан и здесь как бы без алертов ну никак то есть во-первых по корреляции можно на тиковом графике тоже можно арбитражные модели на микро таком формате масштабе и также alert на тиковый объем то есть когда крупный тик прошел либо же hiding тикс те которые отдельным потоком идут это все вы сразу услышите то есть прошли аномальные объемочки вы их не пропустите так тут какой-то фильтр сменили сейчас также можете отделять информацию на стакане которая вам непосредственно нужна то есть какие-то крупные заявки отложенные ордера либо же в интерактивном стакане FlowBDusk выделять сильные такие по объему проторговки и тем самым то есть анализировать не весь этот поток я первое время когда добавили интерактивный кластер ну для меня это было просто у меня глаза болели я не понимал что я смотрю то есть очень много цифр и пришлось немножко привыкать к этому потоку но можно здесь настроить по разнице допустим там 250 все что меньше 250 то значит будет даже больше поставить давайте будет 750 то есть темнее те лимитки которые там свыше этого объема они будут ярче подсвечиваться ну там уже с палитрой можете придумать как вам удобно будет алерты появляются и уже на гистограмму то есть бидаск тип агрессор идет уже и спот по рублю то есть форс те кто торгует на фьючерсе доллар рубль ну в любом случае мониторят томик по споту и там уже есть дельта по агрессору то есть торговать рубль в разы легче уже понятна картина на споте там тоже есть алерты и в общем советую те кто спекулирует спекулирует на валютных рынках там без этого никак ну собственно это обновление их очень много просто все сразу за один это как бы поверхностно с ними надо еще поработать их надо более детально показать исследования ну все компоненты волфикс делятся на фактически три таки крупные группы это визуализация объема и цены относительно времени в виде разных форматов графиков инстаграма профили скоро появится еще новое но второй тип это как раз таблицы поисковики то есть это работа с историей ну я никого не удивлю то есть информации что мы храним историю достаточно некоторые инструменты по пять лет история загружается и хранится на серверах есть по три года то есть инструменты которые например биржа новая там шанхай там поменьше конечно времени то есть информация на серверах хранится вплоть до трейда то есть в каждом тике есть еще каждый тик можно разложить еще на свои галактики на трейды и все это хранится то есть площадка для исследования огромная и это достаточно ценный ресурс поэтому мы его не выгружаем как бы не раздаем это очень ну как бы облегчает облегчает и помогает в процессах поиска различных формаций торговых стратегий разработки то есть это без истории фактически ну разработать торговую стратегию трейдер может но это займет большое количество времени то есть ему нужно потратить кучу времени заметить какие-то закономерности какие-то модели потом в будущем еще раз это увидеть потом начинает собирать по ним статистику потом отработать его ну в общем он уже выходит на пенсию и все что остается ему сделать это написать какую-то книгу назвать ее технический анализ вот поэтому во-первых вы быстрее наберете необходимые цены информации потому что с историей это просто иногда даже несколько месяцев у одного трейдера занимает для того чтобы там час посидеть возле терминала собрать необходимую информацию и получить необходимый ответ поэтому прежде чем брать в руки биржевой автомат сразу лучше сделать разведку собрать информацию потом ее обмозговать и прикинуть стоит ли играть их свеч если да начинаете тестировать есть виртуальные счета в окне ордеров там можно эти все стратегии откатать и посмотреть на результаты ну и другие в принципе посмотрят трейдер сетинг это все отлично просматривается дублируется и подключаться можно к талантливым ребятам так какие модули можно в принципе брать в оборот и юзать как на исследование истории этот тик search то есть здесь идет полное описание каждого трейда и разные параметры то есть можно стоит 2000 контрактов фильтр по рублю тики с объемом меньше 2000 контрактов например меня не интересуют я хочу данные собрать сколько в день проходит на рубле на фьючерсе тиков с объемом больше 2000 контрактов ну 2000 контрактов тут получилось у нас 8 тиков значит когда они проходят вот интересно вроде бы да зачем нужна эта статистика когда эти тики чаще всего появляются но если не только за день просмотреть а например на протяжении года то гистограмма активности таких ребят вырисовывается достаточно красиво 10 06 тик 1 причем почти 3000 всего 80 трейдов по 400 300 контрактов вот неплохой такой порозик есть 3000 контрактов 2 трейда ну такие объемчики проскакивают на разных инструментов естественно там фильтры параметры разные дельта это по маркировке биржевой прогрессору количество трейдов и собственно тут расписывается сам трейд лиз давайте вам покажу на сны пик то впервые я смотрю у нас собралось сегодня немало поэтому новички либо же кто слышал но не видел могут быть поэтому все таки продемонстрирую на s&p как идет поток ленты значит это биржи которые есть биткоин себе и сбор комикс семье форекс даже этот айс лайф список немаленький и там можно на год пропасть в исследованиях и поиску различных интересных инструментов так сейчас он беру жесткий поставим везде нули и включим его на realtime то есть каждая новая строчка это новый тик это вот закулисье вот лента которая трейдлист это в 125 контрактах в одном тике с дельтой минус 95 80 трейдов можете представить 125 контрактов из них ну 80 трейдов зашли чтобы получилось 125 контрактов ну теперь понятно почему одни единички двойки это snp это не не медь не алюминий не серебро это snp один из ликвидных фьючерсов вот такие вот закулисья в некоторые дни пятница 13 понятно используется для отброса ну то есть по критериям рассматривается тик с определенными ненужными критериями потому что не все тики хороши так тут поток идет чем быстрее маркет тем быстрее ну то есть заполняется таблица и можно просто фильтровать по объему чтобы не засырять себе как бы операционку просто те что меньше 10 контрактов сразу немножко медленнее будет идти подгрузка данных то есть а лучше вообще поставить фильтр на определенный объем и ждать его по мере поступления значит тик текстуре это самый самый детальная самая такая вот микро структура то есть вплоть до трейда и там конечно исследований невероятное количество то есть если вы планируете скальпировать то это как раз этот масштаб и начинать нужно с пик серж то есть работа стиками ну против ковы график я пока не буду это на следующей открытой лекции преимущество тикового графика и как я его использую волюмсерч это рабочая лошадка для поисковиков и то есть приставка серж сама за себя говорит здесь интервал внутридневной в минутах либо же в секундах то есть в секундах для таких максимально агрессивных перфекционистов вот и давайте еврик так как все евро пару евро-долларов она всем знакома вот представьте вот эта таблица да и если сравнить эти же данные с гистограммой то просто земля и небо вроде бы такой маленький нюанс по воспринятию информации и уже все есть нюансы значит выставляем необходимый интервал и таблица появляется за все 5 минутки с периода который вы укажете хоть там несколько месяцев все 5 минутки за несколько месяцев будут выстраиваться по таким параметрам время цена максимальный объем то есть цена с максимальным объемом то есть по цене в 5 минутки 1400 контрактов было всего трейдов там прошло 5 590 в общем в 5 минутки общий объем этой 5 минутки 10 тонн процент высота в тиках барсайз выставкиках дальше вышли данные по дельте то есть здесь можно и с объемом работать и с барсайз и с дельтой то есть смайку статистику надо для тех кто как раз если есть олег самый такой стабильно идет в рейтинге уже третий контракт подряд карлос он спец по excel таблицам и все данные как раз отлично формирует в сетапе экспортировать вот этот нюанс мало кто знает эту таблицу можно выгрузить в excel и там уже с разными формулами можете играться и эту информацию интерпретировать в более понятные графики вот там облака либо же гистограммы сравнивать ну выбрасывать какие-то данные то есть там уже в excel во всеоружию кто умеет работать с excel там можно достаточно неплохо развернуться что здесь как бы таблица она ее нельзя менять ее нельзя там какую-то гистограмму выгрузить а вот там уже в excel можно найти определенные моменты поэтому не забудьте запишите себе тип по бедаску можно выставлять но это недавно совсем добавили ну в принципе видите здесь как бы не особо много параметров чисто таблицам зачем же все вовсе есть ну не все как бы есть такой период как разработка торговой стратегии и иногда большие массивы данных нужно выгружать в таблице и просто отбирать непосредственно работать с необходимыми критериями лопатить вручную не всегда практично и целесообразно поэтому ну желательно конечно вручную данные собирать на первом этапе то есть при знакомстве с инструментом чтобы его изучить запомнить то есть модельность характер так ну дельта серч я вам уже показывал это поисковик как раз арбитражных моделей ну и первый из инструментария работа по статистике это конечно упрайс просто рейтинг цен по ликвидности раньше не было этих трех колонок было три колонки всего лишь цена объем и количество трейдов это первый модуль был в платформе воприкс то есть использовался он достаточно активно все началось с того что в стакане начали замечать проскакивали крупные заявки и ордера и первое время запоминали там в уме а потом уже когда там через час такого интенсивного рынка можно запутаться где какие уровни и all price тогда этим очень выручал потом начали уже по необходимости не не останавливаясь и классы чарт и комбо и бар все ну all price наверное уже никто не открывает так как это все удобно видно на гистограммах вся эта таблица all price просто помещается в маленькую гистограммку и очень большое спасибо за это сеньору студумайеру очень очень удобно ну classic profile знак уважения оставили без изменений тут единственное что гистограмма по объему может добавляться слева вот поэтому инструментарий огромный база данных огромная поиск закономерностей поиск необходимых критериев триггеров и еще вдобавок ко всему есть алерты на это все поэтому в хорошем комплексе если хорошо с умом подойти это просто атомная бомба так ну перед волстри онлайн никуда не расходимся в этой же комнате остаемся я буквально возьму паузу перед волстри онлайн и продолжим через 10 минут но уже на волстри онлайн следующий открытый вебинар 18 в среду всех приглашаю приходить будем дальше рассматривать интересные моменты и типа анализа анализа Продолжение следует... Продолжение следует...